День, разрешить представиться. Меня зовут Денис Киселев, я являюсь студентом Московского авиационного института третьего курса у факультета систем управления информатики и электроэнергетики. Сегодня я бы хотел представить свой проект, который я подготовил совместно своим преподавателем, научным руководителем Симоновым Владимиром Львовичем. Тема нашего проекта — использование свободного программного обеспечения для моделирования стенда динамических испытаний, элементов конструкции летательных аппаратов. В рамках нашего доклада мы затронем следующие темы. Мы поговорим о роли динамических испытаний в производстве летательных аппаратов, рассмотрим алгоритмы работы стендов динамических испытаний, посмотрим, как такие стенды можно промоделировать в среде Тинкеркад и ознакомимся с некоторыми результатами такого моделирования. Мы сделаем некоторые выводы. Итак, всем известно, что в ходе своей эксплуатации, начиная от транспортировки различных деталей, заканчивая выполнением различных функциональных полетных задач, самолет подвергается вибрационным и ударным воздействиям. Что вызывает такие воздействия? В первую очередь это различные аэродинамические эффекты. Я думаю, многие, кто летал на самолете, когда-либо попадали в воздушные ямы. Ну и, конечно же, силовые установки. Один из источников вибрации на летательном аппарате. Вибрация вызывает усталостные повреждения на всех элементах конструкции. Это существенно ухудшает их функциональную работу. И если колебания, которые действуют на элементы конструкции, имеют частоту схожего с частотой собственной частотой элементов конструкции, это может привести вообще к резонансу и повреждению такой серьезности, что это может привести к авариям. Соответственно, при производстве для получения некоторой информации, которая будет содержать характеристики о устойчивости элементов конструкции, производитель должен обладать такой информацией. И для получения ее используются различные стенды, стенды динамических испытаний, в частности, вибростенды. Таким образом, актуально решение следующей задачи. Можно разработать устройство, которое будет позволять осуществлять динамические испытания изделий на вибрационное воздействие. Устройство должно обеспечивать управление проведением испытаний в соответствии с требованиями производителя. В нашей работе мы рассматриваем моделирование вибростенда для испытаний на линейную односевую вибрацию. На данном слайде можно увидеть алгоритм работы такого изделия. В начале нашей программы пользователю предлагается начать новый тест. Управление и переключение режимами этих тестов осуществляется путем нажатия на обновенную кнопку. Мы организовали три режима испытаний. Первый — это гармоническая вибрация на постоянной частоте и постоянной амплитуде, полигармоническая вибрация, то есть сложение двухсинусоидальных сигналов, и также случайная широкополосная вибрация. По последнему нажатию на кнопку система возвращается в начальное положение и предлагается совершить новое испытание, провести новый тест. Для моделирования такого устройства мы работали с средой разработки Tinkercad. Данная система позволяет нам моделировать работу электронных компонентов, электронных и электромеханических, но и программировать их на языке C++. Вот так выглядит наша установка. Из чего она состоит? Плата Arduino Uno, жидкокристаллический дисплей, источник питания, который служит для работы сервопривода, сам сервопривод, линейка светодиодов и восьмеразрядный сдвиговый регистр. И, конечно же, кнопка, с помощью которой осуществляется переключение между режимами. Также на данном слайде можно видеть кинематическую схему. К ромыслу вибро-серводвигателя можно подключить распределительные механизмы, которые будут передавать колебательные и эвакционные движения на рабочую поверхность, на которой будет располагаться испытуемый объект. Теперь можно поговорить о принципе работы программы. В нашей модели организовано программное прерывание. Когда поступает управляющий сигнал, то есть когда происходит нажатие на кнопку, выполняется функция прерывания. По результатам работы этой функции срабатывает функция, в которой прописан алгоритм выработки сигналов соответствующего режима. Ну и так далее. То есть при каждом нажатии кнопки у нас переключается режим, производятся новые испытания по новому закону. Можно поговорить о результатах моделирования. На данных временных диаграммах мы видим широкополосную случайную вибрацию, далее полигармоническая вибрация и колебательные движения с постоянной амплитудой и постоянной частотой. Данные временные диаграммы мы получали с помощью монитора последовательного интерфейса. При разработке реальной системы удобно было бы записывать такие циклограммы на SD-карту, потом уже после испытаний их просматривать. Таким образом было получено последовательное применение трех режимов испытаний, временная диаграмма которого приведена на слайде. В заключении хотелось бы отметить, что мы разработали программно-аппаратное средство, которое задает режимы проведения динамических испытаний элементов конструкции летательных аппаратов на вибрационные воздействия. Мы организовали выполнение трех режимов испытаний, переключения между которыми осуществляется путем нажатия на кнопку. В качестве продолжения нашего исследования мы, конечно же, планируем увеличить спектр задающих воздействий. Это могут быть колебания переменной частоты, переменной амплитуды, могут быть сложения случайных сигналов и случайных ударов. Ну и одна из главных проблем нашей разработки — это сервомотор. Дело в том, что серводвигатель может реализовывать только колебания частотой порядка нескольких герц. Конечно же, когда мы будем говорить о реальных испытаниях, нас будут интересовать более высокие частоты. Поэтому его будем стремиться заменить на реальные электродинамические системы, которые будут выдавать нам мощные, хорошие колебания. На этом я завершаю. Если есть какие-то вопросы, буду рад на них ответить. Так, пожалуйста, вопросы. О, вопросов много. Все вопросы, пожалуйста, только через микрофон. Я так понимаю, что вы создали некий генератор сложных колебаний с выходом на мощные механические устройства. Совершенно верно. Прекрасно. А вообще говоря, вы как-то проверяли экономичность. Может быть, довольно сложное механическое устройство с несколькими кривошипами и так далее, которое бы выполняло ту же функцию, но стоило бы на порядок на два дешевые. Я примерно понял вопрос. Я знаете почему? Недавно мне показывал черепашку, которая двигается по цветным риням. И у него на входе два бита. То есть четыре состояния. И он поставил Ардуину. Я смеялся. Извините, но реальная схема все это сделает то же самое. И стоит будет на два порядка дешевые. Не подобна ли у вас ситуация? Я думаю, что нет. Не пытайтесь его сами себя перехитрить. Я думаю, что нет. И вот почему. Каждого производителя могут интересовать какие-то конкретные режимы испытаний. Можно вырабатывать различные сигналы. Создайте сложную механическую схему с возможностью набора таких колебаний. А это возможно. Это возможно. Но я хотел сказать о том, что различные функции выработки таких сигналов можно будет записывать, например, на флешку. Брать это устройство, приносить флешку, загружать эти функции данную программу и она будет работать. Понятно. Это можно и даже на шокардовские карты записывать, как в свое время делать. Я считаю такую организацию довольно удобной и поэтому я выбираю такой вариант. Ладно. Я понимаю ваше обсуждение. Следующий вопрос. Можно? Здравствуйте. Павел, я повторю свой вопрос. Может, я прослушал. Но как ваш проект относится к свободному программному обеспечению? Я не увидел ни ссылок, ничего не услышал. Дело в том, что данный проект, в первую очередь, закладывался как учебный проект. Учебный в каком плане? Мы использовали программную среду Tinkercad. Мы… Она бесплатная? Она бесплатная? Она бесплатная? А это одно и то же? На какого уровня свободная? На уровне исходный кодек? Она свободная? Конечно. Полная свободная. Как я понимаю… На уровне исходный кодек вы видели исходники? Нет, исходники я их не видел. Но свобода творчества она предоставляет великолепное. Хорошо. Ардуино ID и… Можно назвать конкурентов с языка C, свободный пол? Но для языка C++ мы используем серию VARIN, ну ладно. Коллега, давайте я попробую перевести, чего от вас домогаются. Во-первых, если есть ваши программные наработки, то можно ли посмотреть их код? Это раз. Два. Если есть какой-либо задействованный софт, то здесь вопрос был про InterCAD. не о том, что он позволяет сделать уже как функциональный продукт, а о том, в каком статусе находится он сам сообразно, то есть каков объем прав, которые разработчики передают его пользователю. Грубо говоря, дают ли работать с исходниками? И если да, то что можно с полученным результатом дальше делать? Например, распространять, применять в обучении, применять в коммерции еще где-то. Потому что бывали такие варианты, например, у САНа, насколько я помню, ныне покойного, когда они давали посмотреть исходники, но говорили, что и дальше вы с этим не можете сделать ничего. Это не говоря уже о том, когда просто никакого доступа, никаким исходникам никто никому не дает. Когда мы используем эту среду в учебных целях, например, мы можем делиться своими проектами. И когда мы делимся своими проектами, мы видим не только электрические схемы, но, конечно, можем их запускать, смотреть, как они работают, но также мы можем открыть код автора. Разрешите, прокомментирую. Коллеги, давайте только, наверное, с этим вопросом, поскольку я так понимаю, что его придется с нуля разбирать, все-таки пойдем, так сказать, все оравлевые кулуары. Вот конкретно с этим вопросом. А можно еще комментарий? Это вот Симонов, руководитель. Меня слышно? Да. Разрешите, да, уважаемые коллеги? Добрый день еще раз. Вот мы подготовили этот доклад. Прошу прощения, что лично не удалось приехать, у нас идут тут мероприятия. Но вот эти проекты, они имеют давнюю историю, потому что наш факультет, он участвовал в разработке похожей аппаратуры для авиации, для авиационных, ну, для оборонки, короче говоря. И там мы много испытывали на вибрацию и так далее. И сами вот видели, как все вот это вот крушится, там на вибростендах трясется, что от этого потом остается, ну, удалось, нормально. Вот, поэтому, конечно, мы со студентами тоже выполняем соответствующие проекты. Значит, мы, не знаю, ну, старались все разместить, вот ссылочки, вот с Марией мы договаривались, что ссылка будет небольшая, там, QR-код, а покороче, чтобы можно было видеть проект. Вот, и здесь мы преследовали несколько целей. Программирование, разработка программно-аппаратных средств, конечно, серводвигатель, он действительно там, ну, несколько герц его выдают. Вот, конечно, это электродинамические стенды, мы вот в этом разбираемся, да. Вот, плюс вот такие разработки, они вот преследуют вот такие учебные цели, и случайные числа, и работа, и с прерываниями, и вот такие более глубокие, серьезные больше работы вот с микроконтрольной техникой, оформление по ГОСТам, по стандартам, изучение этих стандартов, то есть тут как бы в комплексе все. Спасибо за внимание. Ну, я немножко помогу. В самих тезисах ссылка на работу, данную, работа, она выложена. Коллеги, я вот не могу не прокомментировать, прошу прощения. Игорь Чудов, Базальт, Испол. Я прошел по ссылке и вижу ссылку, ведущую на сайте Тинкеркад. В свете текущих событий, как вы понимаете, Автодеск с нами не работает, с Россией. Плюс сайт от меня требует регистрации, в общем-то. И для меня, честно говоря, это выглядит как правовой нигилизм, который свободой не является. То есть есть некая проприетарная среда, в которой есть что-то, чем вы готовы свободно поделиться, но по-хорошему я этим воспользоваться все равно не могу. Где здесь СПО, мне непонятно. Поправьте, если я ошибаюсь. Значит, этот код открытый, его можно посмотреть, все. Вот мы готовили доклад, ну, вот события государственные так быстро наступили, что, ну, вот, может, на GitHub следовало или еще на какие-то открытые источники. Но в любом случае, там, код есть, он, пожалуйста. В любом случае, вот, можно смотреть, пользоваться. Задавайте вопросы, пожалуйста, в микрофон, иначе вас не слышат. Коллеги, у меня традиционный комментарий, такой как-то на положительной ноте. Вот в ряде докладов упоминается Arduino Uno. Мы как-то на одном форуме по импортозамещению в еще 18-м году встретились с томскими коллегами, которые делают такую платку Milestone M100, сайт mstn.info. Вот, они заявляли ее как PIN Compatible с, по-моему, как раз-таки Arduino Uno. Вот, и, возможно, кому-то из вас пригодится, да, это там, по-моему, тысячи три было, тогда еще полторы, сейчас где-то три. Что-то такое, они, грубо говоря, 100 рублей. Вот, но вдруг кому, так сказать, для детей пригодится что? А вот еще и наши. Да-да, спасибо большое. Мы еще разработку делаем на искре JavaScript. Пора переходить дальше. К следующему.